МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Современное оборудование, то есть мафы красивые, новые. Как преобразились детские сады и школы Белгорода? Завершение работ на объектах проинспектировал губернатор. В этот хлеб добавляли помимо муки и воды еще 40% примесей. Целлюлоза, ячменный жмых, обгорелые остатки какие-то. Сегодня годовщина прорыва блокады Ленинграда. Как в областном центре прошла акция памяти? Необходимость была чем-то помочь. Мы страдаем, переживаем вместе с земляками. Для добрых дел нет расстояний. Почему житель Белгорода решил перевести пенсию военным из Донецка? Сегодня губернатор Вячеслав Гладков вместе с мэром Валентином Демидовым и своими заместителями проинспектировал завершение внутренних работ в образовательных учреждениях областной столицы. Напомним, в прошлом году по инициативе главы региона в Белгороде начали капитальный ремонт 12 школ и 10 детских садов. Как преобразились учебные корпусы? Что нового появилось? И на каком этапе благоустройства прилегающих территорий? Подробности расскажет Михаил Перетокин. Основному зданию детского сада номер 16 на Апанасенко более полувека. И это его первый капитальный ремонт. За полгода здесь обновили все от пола до потолка. Что ваши сотрудники говорят? Наши сотрудники просто в восторге. Детский сад на 143 места. Это 6 групп, 2 раннего возраста. Для удобства все оборудование передвижное. Отдельное внимание доступной среде. Сделали пандусы, расширили дверные проемы, установили поручни в санузлах. Многое и для досуга ребят. Ковер, мусультиан, музыкальный центр, все поставили, все уже готово. Музыкальный вечером можно брать? Конечно. Преобразилось также пространство вокруг. По весне останется только окончательно его благоустроить. Мы с подрядчиками нашими перепланировали полностью весь наш участок, чтобы наши площадки были просторные для прогулок детей. Естественно, сейчас на площадках стоит современное оборудование. То есть мафы красивые, новые. Они безопасные, потому что подбиралось оборудование очень внимательно, с учетом возраста деток. Уютная игровая площадка расположилась и на территории 63-го детского сада на Преображенской. Летом прошлого года по инициативе губернатора объект также начали капитально ремонтировать. В обновленном здании дошколятам теперь точно не будет скучно. Видно, что подрядчик постарался. А вот школа номер 35 на Волчанской. Эти кадры мы снимали в июле. Самый старт реконструкции. Масштаб проделанной работы впечатляющий. Контраст было стало заметен даже невооруженным взглядом. Старые полы советского спортзала превратились в современный паркет. Для физкультуры и игровых видов спорта теперь целое раздолье. Весь необходимый инвентарь уже закупили. А чтобы случайно мечом не разбить вот такие новые красивые стеклянные двери, есть специальная защита. Руководству всех образовательных организаций Вячеслав Гладков дал поручение. В несколько потоков провести для родителей экскурсии, показать обновления. Самое главное, приведите родителей. Приведите родителей собранных в течение месяца и покажите. Хорошо. Ладно, обязательно. Спасибо вам большое. Напомним, капитальный ремонт 12 школ и 10 детских садов областного центра начали летом 2022-го. Ход работ на каждом объекте губернатор держит на личном контроле. Михаил Перетокин, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Продолжаем. Сегодня годовщина снятия блокады Ленинграда. Мужеству жителей осажденного города и памяти о трагедии, которая не должна повториться, посвящена акция «Блокадный хлеб». Она проходит во всех регионах страны. Активное участие в мемориальном событии приняли и белгородские волонтеры Победы. Почти 900 дней блокады – не просто цифра. Каждый из них, без преувеличения, тяжелейшее испытание. Акцию начали с возложения цветов к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову в областном центре. 80 лет назад, 18 января 1943 года, началась наступательная операция «Искра», разработанная Георгием Константиновичем Жуковым. Войсками Ленинградского и Волховского фронтов было прорвано кольцо блокады. У солнечных часов активисты раздавали информационные листовки и хлеб весом в 125 граммов. Ровно такой была суточная норма на одного ленинградца. По разным подсчетам, в осажденном городе погибло до полутора миллионов человек. Практически все от голода. Крошечные буханки испекли студенты техникума общественного питания. Также ребята приготовили хлеб, максимально приближенный к военной рецептуре. В этот хлеб добавляли помимо муки и воды еще 40% примесей. Целлюлоза, ячменный жмых, обгорелые остатки какие-то. Этот хлеб мы, понятное дело, не даем белгородцам, а просто презентуем, чтобы люди видели, какой хлеб был в то время. Этого ничего не знаю. Ну, послушаю, что говорят. Как это можно все перенести? Надо помнить об этом, знать свою историю, тогда, дай Бог, нас Господь оградит от всего этого. А наш эфир продолжает очередная история о неравнодушии и умении поддержать тех, кому сейчас это нужнее всего. Житель Белгорода перевел свою пенсию в помощь бойцам на передовой. Но пожилой мужчина хотел, чтобы его средства попали именно военным Донбасса, откуда он родом. Выйти на волонтеров самостоятельно не смог, поэтому обратился в нашу телерадиокомпанию. Как развивались события, расскажет Наталья Войтенко. На шапки подойдет именно флист, немножко потоньше. У нас есть черный. Сейчас я вам покажу. Этими трогательными кадрами с нами поделились донецкие коллеги. Ребята из местной волонтерской группы «Единичка» заботливо выбирают ткань, чтобы шить теплые вещи бойцам, которые даже в зимние холода сражаются за их покой. Школьники из Донецка повзрослели гораздо раньше, нежели их сверстники из мирных городов. Ведь с 2014-го живут под непрерывными обстрелами украинских боевиков. Поэтому знают, как важна любая поддержка в это непростое для всех время. Сами кадеты помогают военным практически с начала спецоперации. Мы шили раньше нижнее белье, а сейчас вот решили пошить теплое на зиму, чтобы наши военные не замерзли. Им будет очень приятно, что мы о них не забываем, что мы все стоим плечом к плечу на нашей общей передовой. Помощь на покупку ткани пришла, откуда ребята и не думали. Из прифронтового Белгорода, жителям которого самим сейчас приходится непросто. А началось все с того, что в редакцию нашей телерадиокомпании пришел неожиданный гость. Георгий Дмитриевич к нам обратился в начале декабря с необычной для нас просьбой. Ему хотелось передать свою пенсию бойцам в Донецке именно в определенную часть имени Захарченко. Но такой части не существует. Как оказалось, начали искать, куда бы нам обратиться. Все, что я могла сделать, я сделала. И мне очень радостно от того, что мы сделали доброе дело вместе в помощь. Пенсионер живет в нашем регионе всего несколько лет. Сам же родом с Донбасса. Поэтому и решил поддержать защитников своего родного края. Необходимость просто была чем-то помочь. Мы страдаем, переживаем вместе с земляками. Как это я останусь в стороне от моих земляков, которые борются с неофашизмом. На просьбу нашего зрителя откликнулась шеф-продюсер Елизавета Верещагина. Она подняла все свои рабочие контакты и вышла на коллег из Донецка. Средства решили перевести той самой волонтерской группе «Единичка», которая объединяет неравнодушных ребят кадетского корпуса имени Захарченко. Вы все получили? Да, только что пришли на карту деньги. Георгий Дмитриевич, большое вам спасибо за такую хорошую поддержку. Все мы вместе. Только так. И все будет хорошо. С нами друг, с нами победа, с нами правда. Как только ткань была на месте, отряд добровольцев приступил к делу. Мальчишке у раскроенного стола, за девчонками вся кропотливая работа. Решили шить теплые флисовые жилеты, балаклавы и шарфы-бафы. Ребята признаются, поначалу было непросто. На одну вещь уходила до часа. Но потом приловчились и дело пошло куда быстрее. Ирина говорит, на то мы и казеты, чтобы никогда не отступать перед трудностями. Мне на этой машинке довольно-таки трудно было, но все равно я с любовью делала все, очень старалась. И все спокойно делала с мыслью о том, что это будет кого-то греть. Наставник ребят Наталья Зайцева рассказывает. Из-за постоянной угрозы со стороны Украины, ее подопечные учатся дистанционно. Но несмотря на это, волонтеры каждый день спешат в школу, чтобы поскорее закончить работу и согреть бойцов не только своим рукоделием, но и душевной теплотой. Даже под обстрелами несколько дней было как бы неспокойно. Ребята понимали, что очень надо. И плечом к плечу вот просто. Ни родители, никто не препятствовал. Дети приходили сюда и работали. Каждый день шили. Ребята уже подходили, мерили. Очень нравится все. Наши девчонки рады, глаза горят, что могут чем-то помочь. Но все замечательно. Первая партия уже упакована. За ней командир мотострелковой роты с позывным «Фарик» приехал вместе с бойцами. Которые отправляются прямиком на передовую. Это нашим бойцам будет очень согревать и греть не только тело, но и их душу. Потому что у многих тоже есть дети, они о них скучают. И когда это сделано руками детей, они будут очень довольны. Ну и, конечно, отдельная благодарность неравнодушному жителю Белгорода Георгию Дмитриевичу, который своим примером доказал, для добрых дел расстояний не существует. Вам большое спасибо. Эту пенсию вы могли бы прожить, а вы отдали нам, военным. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Наталья Войтенко, Александр Сысоев, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Сейчас поговорим об экономике. С января в силу вступил ряд изменений в финансовом законодательстве. Часть из них затрагивает кошельки каждого из нас. Что принципиально нового в этом году, обсудим в студии с заместителем управляющего Белгородским отделением Банка России Инной Гребенниковой. Здравствуйте, Инна Дмитриевна. Здравствуйте. Скажите, я слышала, что в этом году кредиты станет взять сложнее. Так ли это и почему? Ну, давайте, наверное, говорить о том, что не сами кредиты будут взять сложнее, а будет взять кредиты сложнее именно тем, кто уже закредитован. А что значит закредитован? Это когда показатель предельной долговой нагрузки 80% и более. Что значит? То есть, когда человек уже имеет очень много-много кредитов и займов, и, соответственно, не всегда может потом справляться со своими обязательствами. Как раз законодательство нацелено на то, чтобы защитить и кредитора, и заемщика от ненужных каких-то вещей, шагов. Нужно же всегда при принятии решения о взятии кредита подумать, взвесить, необходима ли та или иная покупка. Мы же говорим сейчас о потребительских кредитах, да, о необеспеченных. Законодательство как раз нацелено на то, чтобы не было вот этих пузырей, долговых ям и кредиторам, в частности банкам, рекомендовано Банком России в первом квартале 2023 года, обращать внимание как раз на эти вещи. И в своих кредитных портфелях не иметь вот таких заемщиков, у которых предельный показатель долговой нагрузки 80% и больше, не более 25% в своих портфелях. И, соответственно, это связано с тем, чтобы взвешенно, оценочно, рационально и со стороны заемщиков, и со стороны кредиторов подходить к этим моментам. В частности, к предельному показателю долговой нагрузки, соблюдать этот параметр. То есть вот эта долговая нагрузка, которая ложится как раз на бюджет человека, чтобы выплатить все кредиты имеющиеся. Да, ну смотрите, предельный показатель долговой нагрузки – это соотношение всех своих платежей, ну если простым языком для потребителя, всех своих задолженностей по кредитам и займам к тем доходам, которые ты имеешь. Это говорит как раз о том, что в идеале заемщик должен, предельный показатель долговой нагрузки должен составлять не менее 1 трети. Ну, к примеру, если ты зарабатываешь 30 тысяч рублей, да, то 10 тысяч, как раз 1 треть, ты должен и тратить на погашение своих обязательств по долгам и кредитам. Чтобы не было как раз таких возможностей, что если вдруг когда-то, потенциально, мы же не знаем, что нас ждет в будущем, да, у нас могут возникнуть какие-то финансовые проблемы, мы можем заболеть, да, потерять платежеспособность на время, потерять работу. И вот чтобы подстраховаться под эти ситуации, естественно, рекомендуется, чтобы вот предельный показатель долговой нагрузки в идеале у человека составлял не более 1 трети, то есть если 30 тысяч, то 10 тысяч рублей на погашение своих займов. Чтобы не было такой ситуации, когда у человека долговая нагрузка 80% и более, да, и твои обязательства более 30 тысяч рублей, если мы, для примера, берем 30 тысяч рублей как доход, да, тебе по кредитам надо платить 30 тысяч рублей или 40 или 25. Это вот недопустимо, как раз и нацелено на то, чтобы вот эти вещи, вот эти параметры соблюдались. То есть получается треть бюджета человека, это как раз оптимальная часть, которую можно направлять на погашение кредита. Это в идеале, да. Ну вот, а 80% и более, это уже как раз сигнал к тому, что это нехорошо. Это уже нехорошая ситуация. Это уже беда, да. Надо как-то снижать этот предельный показатель долговой нагрузки для себя сами, для потребителей, для заемщиков. А кредиторы, естественно, смотрят на эти параметры и тоже обращают внимание при кредитовании своих заемщиков. Я знаю, что изменения коснутся и пенсионных накоплений. Вот какие нововведения в этой сфере? Да, абсолютно верно. С 1 января текущего года те накопления, которые мы направляем в негосударственные пенсионные фонды, аналогично, как и банковские клады, будут застрахованы. Это скорее как раз касается не самих пенсионных изменений в пенсионном законодательстве, а как раз в законодательстве о страховании. То есть эти наши накопления будут также застрахованы в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей. На случай, когда будет аннулирована лицензия или, не дай бог, произойдет банкротство негосударственного пенсионного фонда, на эти случаи те накопления, которые мы направляли, они будут застрахованы в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей. Это, конечно, призвано и в целях того, чтобы эти негосударственные пенсионные фонды, которые занимаются этими накоплениями, куда мы направляем эти средства, они получали большую привлекательность, популяризировались. И, соответственно, мы спали спокойно. И сегодня уже подумали о том, что старость не за горами. Я думаю, что у многих есть такие накопления в негосударственных компаниях, поэтому это очень хорошее новость. Теперь можно спать спокойно. Помимо кредитов, помимо пенсионных накоплений, каких еще сфер коснутся изменения? Конечно, в сфере страхования. Сфера страхования тоже претерпит изменения. С 1 апреля текущего года в сфере добровольного страхования, именно в этом сегменте, теперь при заключении договора добровольного страхования по всем направлениям, если на сегодняшний день до 1 апреля 2023 года это было только в сфере накопительного инвестиционного страхования жизни, страховщик выдавал страхователю, то есть нам, краткую памятку, так называемый паспорт продукта, то теперь с 1 апреля 2023 года по всем видам добровольного страхования при заключении договора и при получении полиса добровольного страхования страховщик будет обязан страхователю выдавать краткую памятку о том, какие риски застрахованы, какие документы необходимо представить при наступлении страхового случая, предусмотрена ли франшиза по договору. Но все вот эти моменты, которые отражают большой многолистный договор, они будут содержаться вот в этой краткой памятке. И страховщик будет обязан страхователям напоминать о том, что у нас существует период охлаждения, многие об этом не знают, многие забывают, что в течение 14 дней с момента заключения договора страхователь, то есть потребитель обычный, вправе отказаться от этой страховки, и тогда ему будет возмещена страховая премия, которую он оплатил за минусом тех дней, когда он пользовался страховкой, 1, 3, 5 дней. То есть вот эта сфера страхования также претерпевает изменения с 1 апреля 2023 года по всем видам добровольного страхования. Максимально подробная информация, когда заключается. Да, 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 краткая памятка для страхователя. Что касается финансовой сферы, я не могу не спросить. Очень часто сталкиваемся с историями, когда кошельки белгородцев страдают от мошенников. Сами рассказываю о таких случаях в своих материалах. В этом направлении какие-то системные шаги предпринимаются? Банк России постоянно ведет эту работу. И превентивные действия, и контроль, и мониторинг, и выявление, и пресечение. Ну, наверное, скажу самую свежую информацию. Буквально через три месяца вступят в силу поправки, касаемые микрофинансовых организаций, так называемых МФО, которые тоже занимаются и выдают займы потребителям, нам, населению. Теперь при оформлении онлайн-займов микрофинансовые организации, как раз вносятся изменения в базовые стандарты Банком России, и микрофинансовые организации при совершении операций с онлайн-микрозаймами должны будут проверять своего клиента, да, как раз для того, чтобы минимизировать факты мошенничества. Ведь мы слышим и знаем, что очень много по поддельным персональным данным, по копиям паспортов, да, в интернете получают люди кредиты, а потом оказывается, что человек живет и не знает, что на него оформлен кредит. Вот на это и нацелено то, что теперь микрофинансовые организации при проверке своего потенциального заемщика, при выдаче ему, при получении заявки на оформление онлайн-микрозайма должны будут в обязательном порядке проверять по 10 шагам, да, ну, вот им рекомендовано Банком России использовать при проверке как минимум три инструмента, да, то есть проверять подлинность паспорта, легитимность паспорта, действительность паспорта, подлинность фотографий и сведения из кредитной истории. И также обязательно заявитель при подаче заявления на получение онлайн-микрозайма должен будет подтвердить номер своего счета и номер своего телефона. Это тоже будет минимизировать вот эти мошеннические действия, чтобы кто-то где-то в пространстве завладел вашими паспортными данными или какими-то персональными данными. То есть вот эти три шага, они обязаны? Обязаны, да. Им рекомендовано 10 шагов на выбор, они должны в любом случае из этих 10 шагов использовать три обязательных при проверке и для минимизации нивелирования этих рисков мошенничества. Инна Дмитриевна, резюмируя нашу беседу, можем ли дать три коротких совета зрителям? Да, конечно. Подумая о кредите и принимая решение о взятии займа или кредита из каких-то заемных средств, обязательно подумайте, взвешивайте любой свой шаг и решение. Потому что помните, что кредиты выдаются на трех основных параметрах. Это в параметрах срочность, возвратность, платность. За любой кредит нужно платить комиссию, платить проценты, возвращать основную сумму долга, и это срок на определенный. То есть это большая ответственность, нужно ее понимать. Обязательно, если уже приняли решение, да, у вас безвыходная ситуация, вы решили взять кредит или заем, то обязательно внимательно читайте все пункты договора, не стесняйтесь у вашего потенциального кредитора спросить какой-то вопрос, уточнить. Если перед вами стоит, как ваш кредитор, микрофинансовая организация, то обязательно проверяйте своего партнера, своего будущего кредитора на легитимность на сайте cbr.rus, на сайте Банка России, действительно ли он в реестре кредиторов. И если говорим про пенсионные накопления, то с уверенностью доверяйте нашим негосударственным пенсионным фондам. Можно спать спокойно. Наши средства накопления в размере 1 миллиона 400 рублей застрахованы. А Миру Белогория хочу сказать огромное спасибо, выразить благодарность за вот такие просветительские встречи, за повышение, постоянное повышение уровня финансовой грамотности жителей региона. Спасибо. Вам спасибо за полезные советы, спасибо, что были в студии. Спасибо. Сегодня в областном центре молодежных инициатив открыли первое в регионе отделение общероссийского движения детей и молодежи. Патриотизм, экология, спорт, наука – лишь часть направлений, в которых ребята смогут развиваться, предлагая как свои проекты, так и участвуя в уже существующих. Движение первых объединит различные детско-юношеские сообщества и даст шанс показать себя и посмотреть на других. Мы предлагаем ряд и региональных мероприятий, и федеральных мероприятий, где каждый участник движения может себя так или иначе реализовать, проявить свои возможности и таланты. В том числе мы поддерживаем инициативу детей. То есть будет ряд конкурсов, в том числе и проектного типа, где можно будет даже выиграть грант на осуществление своей мечты, своей идеи, на реализацию ее. В движение первых принимают ребят от 7 до 18 лет. Для остальных есть возможность проявить себя в роли наставника. Например, студенты могут организовать первичное отделение на базе своих вузов. Возраст здесь не важен для наставника. Почему членами российского движения детей и молодежи могут быть и педагоги, и учителя, и разные там общественники. Здесь все зависит от желания заниматься. Понятно, что российское движение детей и молодежи, дети – ядро этого движения. А мы все вокруг этого ядра должны разгонять. Первички вскоре появятся на базе муниципальных ЦМИ в Короче, Борисовке, Старом Осколе и Губкине. Указом президента России Владимира Путина наступивший 2023 объявлен годом педагога и наставника. В нашем регионе, как и в других субъектах, предусмотрена обширная программа самых разных тематических событий. Встреч, конференции, интерактивов, направленных на повышение престижа профессии учителя. В Новоскольском округе представители администрации муниципалитета вместе с педагогическим сообществом подвели итоги 2022 и наметили планы на этот год. Кирилл Мусаев продолжит. За вклад в развитие образования Новоскольского округа преподавателям вручили благодарственные письма. Ирина Дудникова в деле с 97-го. Прошла путь от учителя истории до директора. Ее школа в десятке лучших по итогам 2022-го в регионе. Коллектив отметили наградами. Год был очень плодотворным, очень интересным. Сегодня много наших педагогов получили заслуженные награды от главы администрации Новоскольского городского округа. Планов у нас достаточно много. И во всех мероприятиях, которые и приурочены к году педагога и наставника, и, конечно, те, которые наши, плановые, всегда обязательно будем принимать участие. В ходе встречи учреждения образования округа обменялись успешным опытом. Наметили планы дальнейшего развития. Мы понимаем, что, по сути, нет преград для достижения. Проектное управление это очень просто описывает. Цель конкретно измерима, достижима, определена во время. Если мы четко формируем цель, представляем ее, то однозначно ее достигнем. В течение года педагога и наставника в регионе проведут конференции, мастер-классы, развлекательные интерактивы для учителей и многое другое. Это большой комплекс мероприятий, которые будут проводиться в Белгородской области. Главная задача сделать все возможное для того, чтобы мы еще раз поняли, что статус педагога должен быть выше, и что это сегодня профессия, которая позволяет реализовывать самые важнейшие задачи, которые стоят перед Белгородской областью. Кирилл Мусаев, Денис Копач. Такой день на мире Белогорья. Новогодние праздники позади, но мы тоже, хоть и с опозданием, смогли почувствовать себя волшебниками. Сегодня Первый областной принимал гостей и победителей конкурса «Моя необычная елка», организованного миром Белогорья. Подарки за самые трогательные и интересные истории нашли своих счастливых обладателей. А всего-то нужно было по-особенному нарядить зеленую красавицу, сфотографировать и написать короткий рассказ о новогодних семейных традициях. Затем прислать все это в наш чат-бот. В конкурсе приняли участие около полусотни человек. Некоторые так увлеклись, что присылали еще и видеооткрытки, а также делились оригинальными идеями украшения главного символа праздника. Жюри было не так просто выбрать победителей. Проникся новогодним рождественским настроением, потому что очень милые, трогательные семейные истории. Именно почувствовал сам дух праздника. Очень приятно. И тем более бесценно то, что этим духом праздника смогли проникнуться все наши подписчики, наши зрители. Как и полагается, в Новый год подарков было много. А главный приз за первое место, умную колонку, подготовил наш добрый друг и генеральный партнер конкурса Ростелеком. Мы постоянно поддерживаем все инициативы компании «Мир Белогория». Мы давние партнеры и нам интересны все идеи. Поэтому мы с большой радостью приняли участие в этом конкурсе. Тем более, это такой семейный, домашний, теплый конкурс. А наша компания думает о людях, работает для людей и ориентируется на те запросы, которые есть у людей. Обладателем главного приза стала многодетная семья Евминовых из Грайворонского округа. Приехали почти в полном составе. Все, кроме папы. Их история удивляет уже тем, что сестры София, Дарина и Серафима появились на свет в один день, 29 числа. Хотя и в разные года и месяцы. Но у старшей девочки день рождения как раз перед Новым годом. Есть у них и своя традиция. Перед самым волшебным праздником каждый покупает свою игрушку на елку. А несколько лет назад появился новый семейный обычай. Был ковид и закрытый магазин. И мы решили сами делать игрушки. И сейчас мы мастерим из ваты игрушки, которые получаются очень индивидуально. У каждого своя, а также и пополняется наша елочка новыми игрушками. Может, кому-то тоже понравится эта традиция и тоже будет радовать свою елочку и себя новыми игрушками. К этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с Первым областным. Мы даем только проверенную информацию. А еще больше интересного в телеграм-канале «Мира Белогорья». Подписывайтесь и будьте с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!